Ребята, всем доброе утро! Мы уже в Сочи за позавтракал, девчонки играются, а мы вышли в мегафон. В общем, не знаю, куда-то ли в Теледва. У бабушки есть, конечно, интернет, но нам его не хватает, чтобы выложить видео. Поэтому наше видео вышло чуть позже. Ой, машина едет, давай подвинемся. Поедет машина. Поэтому мы позже видео выложили. Никак оно не загружалось, все смонтировало, но оно никак не загружалось, поэтому мы сейчас вступаем в мегафон, скорее всего, наверное, возьмем на время. Поузнавали, мегафон в Краснодарском, да, и самый лучший провайдер для интернета. Ну, мы в том году тоже брали, по-моему, мегафон. В общем, позавтракали и топаем в поисках интернета. Даже еще в 11-е они когда-то только откроются, все не знаем, во сколько откроются. Сейчас, половина девятого, я надеюсь, что... Ну, сейчас мы прогуляемся. Это пять девяти, а нет? Ну, не половина девятого сколько? А, нет, уже девять. Десятая часть. Да, уже пять минут десятого даже. Вот, я надеюсь, что, конечно, с девяти работают. Уже купить, все сделать, выложить. У нас уже все готово, только нужно выложить видео на Ликин канал и на SweetFamily. И потом тоже еще погода у нас такая, как видите, такое небо затянуто, но не пасмурно, не холодно. Ну, в смысле, нет... Пасмурно, но не холодно. Ну, пасмурно так оно, вот, как бы, небо не прям темное. Утром было солнышко, ну, в общем. А в Демноморске смотрели сейчас прогноз погоды, там ясно, солнышко все до 30 градусов. В общем, ну, ладно, зато мы к бабушке приехали, девчонки очень рады, Миланка тоже очень довольна. Пойдем гулять. А еще я сейчас вам покажу очень красивый кустик. Смотрите, какая красота. Какие цветочки, какой красивый куст. Вообще, мне очень сочи нравятся растения, деревья, кусты. Они такие красивые. Вот пальмы, вообще очень красивые. Смотрите, какая прелесть. А, работает. Взяли мы мегафон, наконец, сейчас все подключаем. Идем домой, будем в гаджике, едем. Без интернета вообще это невозможно. Нас устраивают мегафон, то, что здесь можно раздавать интернет. МТС здесь вообще никак, не Билай, не МТС. Здесь в основном все на мегафоне и на Телево. На мегафоне лучше интернет. Смотрите, что мы купили. Как она? Маршмалэ? Я всегда хочу маршмалэ. Маршмэллоу. Ну, в общем, вы, ребята, поняли, да? Муршмала какая-то, маршмала. Мала-мала-муршмала. А то нас бабушка заставила, там у нее под окном дерево растет. Она говорит, давайте полезем на дерево и будем собирать. Мы что-то не хотим. Мы, короче, купили по дороге, скажем, что залезли на дерево. Все, погнали. Домой. Пока папа пошел, наш за палаткой, Миланка решила на детской площадке поиграть. Здесь такая детская площадка. Ку-ку, ты где? Ку-ку. Поехали. Пойдем посмотрим, что там Лика смотрит. Какие-то акустики красивые. Пойдем. Подходим уже. Круп черепашку? Нет, несколько крупов. Кляшки? Милаш, пошлите. Мы вчера, помнишь, смотрели. Сюда ларечки, куда же без них. Поливают здесь дорогу. Слежают. Прям душно, жарко, так хорошо. А здесь, смотри, мы фальцивильный сделали. Видишь, у тебя двери поставили. Ну да, да. Раньше дома не было. Температура воды, как я и сказала, 23 градуса, а воздух 27. Все, как я сказала. Видишь, как четко? Лика, ты видела? А? Видала это? Съемки. В общем, мы двигаемся. Один раз искупались, и у нас какой-то ураган поднялся. Ветер, волны. В общем, что-то было непонятное. Буквально за какие-то там, не знаю, 5 минут изменилась погода. И мы двигаемся домой. Успели быстро собраться. Подождали там, под навесиком постояли. Тоже такой, ливень на минуту, да? Да. Даже меньше минуты ливень прошел. И все. Как будто, знаете, кто-то с ведра вылил воду. И все. Вылазит потихонечку солнышко. Но мы уже, конечно, возвращаться не будем. Двигаемся домой. Мы еще хотим сходить в магазин. И немножечко вкусняшек что-нибудь набрать. Что ты, Милана, хочешь? Подарок. Подарок? Не хочешь? Как же без подарка, да? Лика все мокрое. Не успела высушиться. И ты намочилась, да? Чуть-чуть. О, ну ничего страшного. Идем домой, сейчас подсохнет. Но мне кажется, на этом не все. Еще дождь будет, потому что небо затянуто. Хотя и вылазит солнышко. Ну да, пробивается. Но все равно. Что-то полно домой. Девчонки, наши дома остались. А мы выехали. Уже приехали в торговый центр. Я не знаю, как. А, моремол. Моремол, да. Хотим купить мясо или рыбу посмотрим. Хотим завтра на шашлыки поехать. И еще, знаете, что я, ребята, заметила? Что в Девноморске, оказывается, море намного-намного сильнее, нежели здесь, в Сочи. Причем это заметила не только я. Я вообще обратила внимание. Там сидела пара. И они говорят, что море не соленое. На самом деле море не соленое совершенно. Она, знаете, как пресная. Как будто бы правда в бассейне купался только без хлорки. А в Девноморске идешь, боже, аж вся вся вот как скрипит. Соленая вся. Щипет. Пока дойдешь до дому, соленая настолько, что все кожа щипет. Здесь, конечно, нет. Я не думала, что так отличается. Вроде как... Ты куда? А, за тележкой. Я не думала, на самом деле, что так будет отличаться море. Девноморске, Сочи. Анна, мы уже пришли в супермаркет, в ОКЕЙ. Посмотрим, что здесь есть. В принципе, ОКЕЙ ничем не отличается. Даже одинаковые выкладки, да, ну, товара... Прямо как мы у тебя встретили. Да. Как бы все вообще одинаковое. Даже такая же детская площадка в ОКЕЙ. Лика заказала мороженое. Если я не ошибаюсь, это было мороженое Экстрим. Сейчас какая-то новинка. Мы, по крайней мере, такое не пробовала. Не пробовали со вкусом, не знаю, сирень. С добавлением сирень. Ну, да, скорее всего. Чтобы охота вкусу, сирень. Да, но здесь такого нет мороженого, по крайней мере, в ОКЕЙ. Так что Лика будет сверху с мороженого. Может быть, сегодня мы пойдем на набережную, может быть, не быть там. Возьму весну, что ли вы здесь. Может быть, на набережная будет, да? Коже будет, похоже. Может быть, тогда... О, подожди, а молоко. Нам же еще надо молоко. Овсяную кашу никто не отменял. Но здесь я не вижу, пошли дальше. Очень красиво, очень. Идем гуляем. Единственное, мне не очень нравится по набережной ходить, потому что очень шумно. А так, в принципе, прогуляться можно. Миланка прыгает, балуется. Оп, ловишь, ловишь, да? Сидят волк. Поймала? Пошли. Лик, помоги, полк. У Лики фотосессия начинается. Оп-оп. Миланка не может оторваться от фонариков, от подсветки. Смотри, она разным цветом светится. Миланка прям заворожила эта подсветка. Смотри, Миланка, сейчас будет красным. Видишь, сначала зеленым, светлым, потом темным, потом оранжевым. Сейчас будет таким, как... О, вообще, смотри, какой цвет красивый. Голубой такой, да. А сейчас будет фиолетовый такой красивый. Ку-ку. Как красиво, да, посмотри. Столько яхтов. Сейчас подойдем поближе. Ой, тут можно вечно любоваться. Посмотрите, какая везде красота. Сколько яхт. Очень красиво. Двигаемся к набережной. Шуму поближе к музыке. Лика где? Милаш, иди ко мне, солнышко. Милашка. Лика уже куда-то ускакала, убежала. Что, Милаш? Почему ты на самокатике не катаешься? Устала, так ты бы наоборот взяла самокат, Милаш. Мы потеряли бабушку. Вот это она ушла пить квас. Милашка. Милашка. Велика. Милашка. 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 Да, Лик. Века поищи. А чернее ее, да. Пошлите, прямая трансляция. Мы решили пройти через один вход. Но там перекрыли вход. Поэтому мы пошли через магазин и мы сейчас тропаем к набережной. Так, куда-то я иду, а здесь мы не поймем, у меня есть вообще проход или нет. Набережная, шум, музыка. Так, придется, мне здесь особо прохода нет. Такой вот узкий проход, и я буду... Ой, пролезла. Так, не вижу. А, все, нашла своих футбола. Сейчас прямая трансляция футбола, да? Да. И там Бурита выступает. Но мы туда не пойдем. Потому что мы с самокатом, да, она туда не пускает. Да, она с самокатом не пускает. Так что мы идем на набережную. А Лика захотелось... Милаш, Милаш, Лика захотелось ходить, конечно. Мы вначале думали, пойдем. Ну, а нас и посетили с самокатом. Нам самокат можно было сдать в камеру хранения, если есть. Но мы не хотим. Передумали. В общем, решили идти в набережную. Мы шли в магазин сувенирчиков. Здесь всякие сувенирчики продаются. Солнечки какие красивые. Солнечки разные. Валерины какие красивые. Лика уговаривают Милану идти домой. Потому что здесь уже нечего делать. Мы уже устали все. Пошли практически всю набережную. Миланка хочет какую-то игрушечку, сувенирчик. Но все одно и то же. Ничего интересного. Ничего не приглянулось. Но Милана что-то хочет. Короче, Лика уламывает. Милана все уже устали. И хотят домой. Договорились, Лика. Мы кали туда завтра. Завтра два часа. Больших, хорошо. Пошли сюда. На этом, ребята, наш флот сегодня подходит к концу. Мы топаем домой. Всем огромное спасибо, кто был сегодня с нами. Заходите завтра на наш канал. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.